тут есть и не ошибаюсь открывается красивый вид жалко мне очень что конечно же эфир вот буквально он завис вы видели начинает кубиками и потом он просто завис буквально наверно за две секунды перед тем как я увидел их когда за повороте сказал вот туда красивый вид открывается посмотрел сюда и потом посмотрел вперед и увидел что-то черную точку я подумал что это может быть издалека как какой-то куст так вот кажется и потом прям по дороге перешел один и второй и видно было что маленькие поросята с ними находились присаживайся если я не могу вот так далее или пониболе я прошу переходите кем можно дальше да соло время нет, чем не ходить, да, где надо идти? В Васту. А вы можете идти туда, да, я видел, что так? Да, да, я не ходил, а здесь, вон там, по-настоящему. С этой страды были лакомеды, да? Да, вот там, 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 все это, да, все это, надо, надо быть надо, если ты видишь, если ты видишь, то, если ты видишь, если вы видишь, то вы идете, да, 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 да. скафта 70 come ora io qui alla curva ho provato a fare le riprese ma mi sono scappati ne erano tre grandi con una diecina di piccoli pericolosi perché sono le mamme che ci hanno i piccoli anche io l'ho visto adesso poco poco ho fatto prova per passare appunto a derci con questo erano così erano con i piccoli hanno solo gli stessi ma le stesse ma qui è pieno di pieno se allora mi erano non andare da solo se è pericoloso se sei da solo oggi per una brutta giornata piove quindi vanno ancora più in giro ma di solito loro vanno la sera anche io ho capito e di tu se devi andare a basso o in qualche altro percorso ma non li trovi a tutte le parti ma devo fare in un giro su statale se ne le cose vado su ti consiglio tanti di se li vedi ti stai allonti stai fermo loro loro vogliono lo stanno sempre fermo quindi penso che bene ok grazie grazie cammina di santa nicola si va verso bari da darini devi andare a bari non oggi ma prossimo tappo vasto oggi allora qui se ti fai questa sarà ti dico un bel po però è tutta strada così sì 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 ok ok grazie 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 ciao ciao так но видите мужчина нам подтвердил он горячасто на повороте горит видел то кого вы мы видели там 3 кабана и 10 этих кого кого вот я вот увидел хорошо что я их и увидел впереди себя по что он горит они этот переколоза опасно значит мы возвращаемся сейчас и будем думать может быть пройти через статали то есть через дорогу пока мы туда не пойдем потому что они с поросятами то есть целое стадо у них там он видит первого выпил первое что сказал предупредил горячо туда не иди мы сейчас думали на эту дорогу пойти которую второе они уже там оказались получается то есть они были здесь оказались там ладно ну вот дорогие братья и сестры мы сейчас добрались до города васту находимся в гостинице слава богу что все хорошо вот такой у нас 12 день нашего маршрута каминный сам никола выдался и проходили мы заповедную зону пункту одерчи называется и вот тот человек который выезжал на машине слава богу что он выехал чтобы подтвердить именно тот факт то что мы видели это видно сразу что человек именно местный не турист знает про селочные дороги и именно он сам подтвердил что тоже видел трех кабанов но я на дорожке видел двух и поросят как он сказал сам вот именно переводя его слова три кабана здесь поросят и именно он сам тоже как местный житель подтвердил что это все небезопасно вот это не просто наши фантазии это не просто как бы испуг вот и из этого главное что мы должны сделать и делаем главный вывод что свидетель николай слава богу и в этот нас бы в этот раз указал нам верный путь во-первых безопасный во вторых остановил нас когда мы это было необходимо и в третьих с рассуждением дал нам отнестись к этой ситуации вот все это относим именно к маринам свидетель николая к его заступлению потому что поначалу было желание пойти по другой дороге и помолившись слава богу выехал этот мужчина и сказал что как раз на дорогу на другую дорогу они перешли во вторых сидели николаев разумею нас подождать немножко потому что как сказал этот же самый человек что они кабаны то есть обычно выходит вечером покушать а так как погода была дождливая то это раннее утро мы проходили там около 8 30 9 утра где-то так вот кто-то до раннее утро дождливая для них ну вот как как вечер фактически видимо никто для нас еще не проезжал не проходил по этой дороге и поэтому они себя там довольно таки вольготно чувствовали одно дело все таки если бы это было бы пять шесть человек как обычно все ездят велосипедисты вот но для одного человека без велосипеда это действительно вызывало опасность поэтому нас в разумество николай остановиться увидев их вернуться и подождать мы подождали буквально где-то минут 15-20 это около 9 30 утра вновь пошли по этого маршрута в итоге мы его прошли в итоге мы прошли слава богу с молитвами с молитвами в том числе многих людей которые следили за прямым эфиром опять же повторюсь мне жаль что изначально в прям прямой эфир как-то не поддержал то есть он сорвался буквально за пять метров но другой стороны в этом видно как бы прямое вмешательство господа значит это было не нужно вот и вывод то вот главное именно в том состоит что даже вот в таких вот ситуациях именно в таких вот ситуациях то есть когда возникает некоторая опасность некоторые искушения мы видим присутствие свидетеля николая на нашем пути когда было в прошлом году так и в этом году для нас это очень важно и поэтому несмотря на некоторый дискомфорт которые возникают которые должны так скажем возникать то есть крестный ход он как бы не является торжеством карнавалом имеется ну как это можно представлять из одного пункта в другой и это в любом случае затраты и физические и эмоциональные в том числе вот и поэтому вот это самое нас несмотря ни с на дискомфорт который может возникать ситуация когда мы с ним сталкиваемся но потом все это анализируя нас это наоборот подталкивает и в будущем к продолжению совершения крестного хода к мощам николая чудотворца именно потому что через эти искушения и помощь главное в таких ситуациях мы ясно видим присутствие божие присутствие молит святителя николая вот за это благодарим господом и благодарим нашего любимого николая чудотворца всех храни господь и с богом